Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Пожеланий от вас по приготовлению самых разных блюд поступает очень много. Но, к сожалению, наша маленькая команда может выдавать только два ролика в неделю. Поэтому наберитесь терпения. Итак, сегодня у нас животрепещущая тема – мясные деликатесы. Меня просили приготовить бастурму. Давайте приготовим. Поехали! Я буду готовить из телячьей вырезки. Я буду готовить из телячьей вырезки. Обращаю особое внимание, что это именно вырезка, а не кусок бескостного мяса. Возможно, банальность скажу, но по статистике меня смотрят и школьники. Поэтому все-таки вырезка – это мышца, вернее, две мышцы, которые идут вдоль позвоночного столба. Вот здесь. Причем идут они не снаружи ребер, а внутри, внутри реберного каркаса. У крупного рогатого скота эти мышцы очень мало работают. И поэтому они очень мягкие. Вырезка – самая дорогая часть туши. Поэтому чаще всего бастурму делают из других отрубов. Но сегодня речь идет о деликатесном блюде. Поэтому я выбрал вырезку. Однако я тут немного сэкономил. Это вырезка не взрослого бычка, а теленка. Видите, она, во-первых, совсем не крупная, а во-вторых, очень бледная. По неясным мне причине в интернете и в головах потребителей тиражируется мнение, что телятина лучше, качественней говядины. Если мы говорим не о диетах, назначенных врачами, то это совершенно не так. Да, телятина более диетичная. Да, в ней меньше жира. Но вместе с тем она обладает гораздо меньше вкусом, чем мясо взрослого бычка. Взрослого, а не старого. Я на диетах не сижу, поэтому за телятиной не гоняюсь. Но для бастурмы телятина очень даже подходит. Потому что мясо в этом блюде покрыто толстым слоем острых ярких специй. И поэтому яркость вкуса самого мяса в этом блюде не столь важна, как, скажем, в том же самом стейке. Начну, пожалуй. Первый этап. Мясо надо тщательно зачистить с резой сепленочки. Их не выбрасываем, а складываем в морозильник. Из них можно сделать потом концентрат красного бульона. Кто не видел, смотрите в этот ролик. Дамиглас называется. Пересыпанное крупной солью мясо. Соли не жалейте. На килограмм можно смело брать граммов 60-70. Убираю в этот лото. И накрываю пленкой. А теперь в холодильник на 3 дня. Каждый день мясо нужно будет доставать, снимать пленочку, сок, который он будет выделять, сливать, добавлять немного соли взамен той, которую мы сольем вместе с соком. Пусть оно хорошенько просаливается. Нужно будет переворачивать на разные стороны, массировать его слегка. Итак, прошло 3 дня. Мясо хорошенько просалилось. Сейчас нужно его сполоснуть и положить вымачиваться. Смотрите, оно поменяло цвет и дало много сока. Сейчас в поверхностном слое мяса соли 3 раза больше, чем в центре куска. Поэтому надо положить его вымачиваться в прохладную воду. Знатоки рекомендуют 3 дня. Солилось, значит 3 часа вымачиваем. Во время вымачивания из поверхностного слоя вот эта лишняя соль уйдет. Правда, мясо за это время наберет воды. Но как с этой напастью бороться? Сейчас узнаем. 3 часа прошло. Следующий этап. Вот у меня решетка из духовки. Накрываю ее сложенным несколько раз бумажным полотенцем. И на нее кладу вырезку. Сверху 5 полотенца. Доска. И гнет. Теперь примерно час, а можно и больше, я буду выдавливать из этого мяса всю воду. За это время нужно будет 2-3 раза бумажное полотенце сменить. Оставайтесь с нами. Смотрим, что у нас получилось. Последнее полотенце, смотрите, почти сухое. Все прекрасно. А теперь надо мясо завяливать. Скажу сразу, существуют разные мнения, когда нужно мясо обмазывать специями. Одни рекомендуют это делать до завяливания, другие после. Я как раз к последним отношусь. Напомню, вырезка у меня телячья, и размеры ее были вовсе не гигантские. Поэтому я не стал отрезать тонкие края. Чтобы кусок бустурмы имел более ровное чертание, я сложил ее вот таким образом. И вот чтобы при завяливании она держалась таким же куском, сейчас ее подвяжу. Если вы будете готовить бустурму из ровного куска вырезки, из крупного, аккуратного, тогда и ввязывать ничего не надо. Просто протягивайте через один конец шпагат, и все. Ну, а я же корячусь таким образом. Все. Теперь нам подвешивать его для завяливания в темном, сухом, проветриваемом месте. И беречь от мух. Вялить надо дня три. Но постоянные зрители канала видели вот в этом ролике, какой я собрал дегидратор из пластиковой коробки и вентилятора. Вот в нем-то я и буду вялить. Он хорош тем, что процесс ускоряется. Все завяливание займет вместо трех дней часов 12-14. Тут и сквозняк, и отсутствие мух. Очень удобно. А какие получаются вяленые помидоры в этом дегидраторе? Просто сказка. Итак, мясо подвялилось. Надо смешивать пряности. Здесь у меня соль, паприка, семена пожитника. Его еще называют чаман. И, кстати, узко-сунели – это тоже семена пожитника. Вот хмели-сунели – это смесь. Беру пять ложек пожитника. Еще нужно будет три ложки паприки и две ложки сухого чеснока. Кстати, пропорции пряностей на ваш вкус. Да и состав тоже может отличаться. Еще понадобится три сухих каенских перца. Это очень острый чили перец. Да, уважаемые знатоки и ботаники, не надо вопить, что это не каенский. В Испании под таким наименованием продают именно вот такой вот мелкий, очень острый. И соль, одну ложку добавлю. Теперь все это надо старательно перемешать и измельчить. А теперь остается из этой смеси приготовить пряную пасту для обмазки. Заливаю все кипятком и перемешиваю. К тому времени, когда паста остынет, все пряности распарятся и ароматы перемешаются. Вот тогда можно будет продолжать. Следующий этап – обмазывание куска мяса этой пастой. Я делаю это в два этапа. Сначала наношу один слой и разравниваю его. Потом даю немного подсохнуть. А когда вся эта размазанная паста перестает пачкать руки и более-менее нормально держится на куске мяса, я второй слой наношу. Но не то чтобы второй слой, но непромазанные места покрываю вот этим вот сразу вторым слоем. То есть выравниваю все покрытие. И в результате у меня получается вот такой красивый кусок. Его надо вялить в проветриваемом сухом месте и щупать регулярно. В зависимости от влажности воздуха, температуры и наличия сквозняка, естественно, этот процесс может заняться от одной недели до двух недель. Готовность определяете на ощупь. Найдите у себя в холодильнике или в магазине кусок сыровяленой колбасы, так, чтобы в жировании было минимальное количество. И оцените ее упругость. Вот когда ваша бастурма дойдет до такой же степени упругости, значит и готово. У меня прошло 9 дней. Было довольно жарко, и поэтому пришла уже пора разрезать. Очень интересно, что же там получилось. Смотрите. Слушайте, очень красиво, я считаю. Просто очень. Да, я сразу не сказал. Толщину пряного слоя не стоит на мой вкус сделать очень толстым. Будет слишком остро. Впрочем, смотрите сами, как вам больше нравится. Очень красивый цвет. Очень нравится. И плотность отличная. Попробуем. Отличная консистенция. И просолено идеально. Мне, в первую очередь, так хорошо получилось. Очень вам рекомендую. С составом пряностей, конечно, можно поиграться. Извините. Прекрасно. С составом пряностей, конечно, можно поиграться. Может быть, даже немножко добавить остроты. А может быть, не добавлять. Я думаю, что мои мелкие, это, конечно, я с ним буду, будет слишком острым. Для меня под пиво отлично. Настоять рекомендую. Пробуйте. Очень и очень вкусно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Дружно ставим пальцы вверх. Да, это необычный мой рецепт, который обещается в 15-20 минут трудозатрат. Тут целых две недели на все это дело ушло. Но, друзья мои, мне кажется, это стоит того. Ну, действительно, потратил реально времени, своих трудов я на это мясо, ну, примерно около часа, наверное. А результат очень даже. И готовить такую штуку, например, к празднику, очень и очень неплохо, я думаю. Новые зрители. Не забываем, что надо подписаться. А то потом потеряетесь, расстроитесь. Заглядывайте в описание ролика. Чуть ниже я указываю все ссылки на инстаграм, на жж, и там публикуются фотографии и рецепты, те, которые я не снимаю на видео. Думаю, что вам тоже будет интересно. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»